Сегодня 27 мая, мы находимся в городе Симфрополь возле Центрального районного суда, где на сегодня на 13.00 назначено судебное заседание по административному делу в отношении адвоката Назима Шахмамбетова. Когда общественные защитники, адвокаты ожидали начала судебного заседания, к ним подошли сотрудники Центра по противодействию экстремизму и задержали двух адвокатов Азаматова Айдера и Авымелева имени. Зафиксируйте, пожалуйста, адвокатская палата, на Республике Крым, адвокатский кабинет Азаматова, адвокатский кабинет Айдера Милева. Момент наших профессиональных делительницей завершен. Я считаю, это репрессия. Для чего это делается и на что направлено? Чтобы сломить наше единство, нашего противостояния. Это показывает всю абсурдность ситуации, которая происходит у нас в Крыму. Тот весь беспредел, который чинить в отношении моего народа, в отношении крымских татар, крымских мусульман. Скорее всего, они вот таким вот образом им просто вымещают, наказывают их за это, за то, что они занимаются своей профессиональной деятельностью, за то, что они имеют такую правильную, достойную, смелую позицию в это сложное время защищать представителей своего народа. Ну, тут явно прослеживается, они хотят как-то загнать нас в какие-то рамки. Бушилерден бизразы доголик. Бизразы доголик. Бизразы наразылыхмуз гостятик. Ижбур вахты разы умеячак бушилерден. Мен Олебер, шиндэ фкердиемки, кыркдортынче сенесы, аэрды этмейып, яшлара, баллара, картлара, хасталара лакап койып, олары кабатлайып, окладар сургунлуге ябкандылар. Шиндэдэ, шиндэки вахты, тарих кайтарлы гибе. О том, что наши коллеги, адвокаты Азаматов и Авамилева задерживаются сотрудниками ЦП, нами были уведомлены секретарь и помощник судей. У них же мы узнали, что ордера на осуществление защиты Шехмамбетова уже находятся на столе. И мы видели, на столе у помощников судей есть входящие. То есть суд извещен о том, что вышеуказанные адвокаты будут намерены были принимать участие в защите своего подзащитного Шехмамбетова, нашего коллеги. В отношении них будут составлены также админпротоколы по статье 20.22. Это я так подразумеваю и с большей вероятностью. Так как был составлен протокол вчера в отношении Шехмамбетова Назима Нуревича. Считаем, что это, естественно, давление на адвокатов, на тех адвокатов, которые участвуют в делах, так скажем, по терроризму и экстремизму, а также тех адвокатов, которые защищают своих единоверцев и соотечественников, рискуя, вот так вот получается, своей профессиональной деятельностью. В сегодняшнем судебном заседании суд вообще не выслушал наши доводы, просто не уходя в совещательную комнату, огласил о том, что Назим Шехмамбетов является виновным и скрылся, так скажем, от нас, не дав нам высказаться по этой позиции. Речь идет о том, что 7 месяцев назад, когда Назим Шехмамбетов осуществлял свою профессиональную деятельность в отделе полиции Центральной, когда он оказывал профессиональную юридическую помощь, в этот день также был задержан Эдем Семидляев, он вышел из отдела полиции в 2 часа ночи и дал интервью о том, что происходит и так далее. То есть, все сделал так, как должен был сделать адвокат, проинформировал общественность. Вот, высосав из пальца, по-другому я не назову, сегодня, через 7 месяцев, вдруг сотрудники ЦП, МВД, ну, решили задержать Назима Шехмамбетова и в сегодняшнем судебном заседании арестовали его на 8 суток. Все это делается для того, чтобы погасить, так скажем, защитников здесь, в Крыму, адвокатов, которые занимаются политически мотивированными делами, которые занимаются делами уголовными, касающимися там крымских татар, политических деятелей и так далее. Вот с этим все это связано. Субтитры создавал DimaTorzok